всем привет мои дорогие как и обещал небольшая небольшая бонус с тени бани посмотрим что будет если перед тем как катю размолит мясорубки побежать в милицию давай попробуем со стороны гаража раздался хриплый смех от которого волосы на глазе на голове тут же стали дымом но это всего лишь скрипела массивная черная дверь на холодном виду точно какая-то ловушка без милиции мы туда не сунемся и без того кислое лицо товарища сморщилась словно он откусил лимон хрен с тобой только попомнимые слова менты хуже душегубов в дежурной части почему-то пахло чебуреками в перемешку с сигаретным дымом дали достижение дядя стёпа из глубины участка приглушенный тоскливо пела татьяна буланова казалось под такие слезливые песни возможно работы только отпевать покойников у разрытой могилы что здесь можно посмотреть решетку как-то раз папа упоминал при мне обезьяне камеру где держит только что пойманных преступников толстые прутья решетки выглядели устрашающе прямо как в кино мне даже захотелось нарисовать это место на секунду я представил кто бы мог изобразить кого бы мог изобразить внутри клетки на ум сразу пришел ромка надо сказать он отлично бы сюда вписался противогаз на спинке стула висел старый противогаз хоботом здоров что в милиции не забывает про тренировки только вот почему фильтр не видно или противогаз здесь используют для чего-то другого были да ладно это вы точно пытает что ли противогазом так а ну здесь только противогаз и это осмотреть я мотнул головой отгоняя мрачные мысли стянул шапку и провел пятерней по за ерошенным волосам снег оттаивал с подошва оставляя на плитке мокрые следы громко тикали часы а со стенда внимание розыск на нас глядели сгинувшие в ночь ночи дети ба какие люди это он ромки что пятифанов сдаваться пришел с повинной обхохочешься да уж смешного мало милиционер перевел тяжелый взгляд на меня ты бы петров друзей осторожнее выбирал а то считай знакомы всего ничего а ты уже дров наломал на учет поставлю как некоторых ой знаем мы ваши учеты лишь бы отчетность закрыть ромка слишком сельском ты борзый настоящие преступники до сих пор на свободе но она смотри не образумишься как папаша твой по малолетке загремишь я вас еще удивлю я понял что пора вмешаться в разговор пока тихонов не потерял терпение константин владимирович вы должны поехать с нами мы гараж нашли я заранее догадался какой будет ответная реакция вон как гараж значит дай угадаю а в нем сокровище стенки разина спрятаны нет петров петров признавайся ведь не сам ты это придумал пятифанов подговорил да все хихоньки да хахоньки громко закатил глаза я предупреждал никто меня не подговаривал я сам видел как вас вижу в лесу среди пней времянка это было антон нет гараж старик старлей примирительно поднял руки ты хоть знаешь что такое время ну это не знаешь как что их тогда отличишь охотники хибару сколотили для припасов мы этих построек штук 10 проверили пока лес обыскивали и вашу наверное тоже шмонали проверяли то есть хибары не едят детей а черный гараж есть это тупик черный он крепко задумался барабане пальцами по столешнице скип и бумаг у меня появилась слабая надежда что лейтенант прислушается к моим словам на черной черной улице лить черный при черный гараж хотя зашки тихонов ну ты сука видите не забыл я еще детскую страшилку помню мало им так сестренку напугал гаражом эти три дня уснуть не могла дуреха тихонов улыбнулся блеснув крепкими зубами а я подумал своей оле байка это ребята есть сто лет в обед вы еще своим детям рассказывать ее будете отец своим некоторые истории особенно дурные они увы вечны последний раз всклипнула и замолчала буланова наступила гробовая тишина будто на автопилоте я побрел к стенду оставляя за собой мокрые следы я теперь стоял в упор разглядывая фотографии сенечки лова семена и кати они в ответ таращились на меня когда рука тихонова легла мне на плечо я недовольно вздрогнул знал бы ты как часто я на них смотрю лучше бы преступника ловили они на фотке пялились я думал тихонов обозлиться но он проглотил колкость наглеца по вашему я не хочу на этого козла браслета дать взять под белый рученьки да к стенке поставить да я с этой мыслью и спать ложусь и просыпаюсь знаете что мне снится ночами вам лучше и не знать словно сгорбившись под весом тяжелых мыслей он медленно пошел к столу и вздохнул мы слушали молча дело это глухарь нашли мы детские следы ведущие в лес метров на пятьдесят да только там они обрываются а дальше сплошная чертовщина привлекли кинологов на собаки след не берут скулят только жалобно с добровольцами весь лес прочесали ни единой зацепки 25 квадратных километров и стоптали маньяк этот в норах звериных прячется что ли на днях кто-то из местных заявил что слышит детский смех по ночам мол это пропавшие дети к нему с того света являются и в окошко заглядывать может быть правдой с ума все посходили ну что тут зверят вспомним они уже скорее всего и не люди еще и улики таинственным образом бля перстень лейтенант помассировал переносится ведь такое в нашем поселке не впервой помню лет тридцать назад был похожий случай также исчезали ребятишки хоть на похитителя не вышли но все же тогда следствие лучше сработало двоих детей удалось спасти вот сохранил на память с той поры милиционер бережно протянул мне пожелтевшие от времени объявления смысле внимание пропал ребенок тихонов кость это отец ромки что ли тихонов кости его тихо тихонов этаж так точно я ведь в этот участок в первый раз вашем возрасте попал помню зима была ведь его похищали в прошлый раз его что со мной было хоть убейте не помню нашел меня в тайге тогдашний участковый горит лежал я в отключке весь сосновых иголках тихонов качнул головой пребывая в тумане обрывочных воспоминаний он им просто не подошел они же еще чтобы внутри что-то было они же про антона говорят что он зайчик ну то есть внутри это в нем есть вот это зайчий что-то а он видимо не подошел к зверям это благодаря ему я это гиблое дело не бросаю долг мой до правды докопаться вот вместо того чтобы пиздеть пошел бы гараж проверил вы сказали что двоих спасли а второй кто мама антона да в жизни не догадаешься 2 мама антона карина тихонов не успел договорить распахнулась дверь и вместе с ветром в участок валилась запыхавшийся лилия павловна я подобрался от неожиданности встал по стойке смирно однако учительница вовсе нас не замечал нет ее не пришла вы сказали придет сказали она у подружек а ее нет и от моей катеньки девочка единственная лилия павловна заплакала на взрыв прикрыв лицо руками мы с ромкой быстро переглянулись успокойтесь тише лейтенанна обняла лилию павловна за плечи и коротко махнул головы в нашу сторону стопудово стопудово 2 была к одну мама антона стопудово 200 пудово 300 пудово говорю что это было мама антона поэтому приступы у нее такие случаются когда рыбу там разрезают она что-то вспомнить что-то видела тогда поэтому так поэтому она так злится на отца что и пришлось сюда вернуться что из-за отца им пришлось приехать сюда и прятаться она просто всего этого боится всей этой деревне то что возможно что-то помнит может быть поэтому она так на сову реагирует с лисой блять похоже да она пытается очень я не знаю как какой-то странный метод она выбралась конечно ну ладно пятись мы выбрались на порог под не милосердный удар и ветром дохлый номер не помогут нам мусора одна надежда на нас самих в эту минуту мне казалось что в мире нет ничего кроме ветра и долговязых теней блуждающих в потемках и что нам самим суждено стать такими же тенями ромка протянул мне руку прощаюсь я подумал что как только разожму его ладонь то сам очнусь в лесу без памяти если только меня не сожрут заживо он отпустил руку и пошел я ежился на морозе долго не решать покинуть освещенный пятачок перед милицейским участком но все мы получать посмотрели все варианты если честно лучше бы я в милицию пошел в первый раз я больше я не развяжу то что мы видели конечно когда мы вошли в гараж ну все получается сейчас я сделал еще одно сохранение у меня будет сохранение когда у меня будет несколько вариантов получается развитие сюжета у меня будет вы загрузите не скажем у меня будет путь Полины у меня будет путь Алисы пусть Алиса где мы убили Катю где мы не убили Катю может быть может быть в пятой главе где катю мясорубка не перемалывала может быть мы там сможем все-таки катя спасется лишнее будет все хорошо на этом все на этом все счастливо пока до свидания